Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Начинается дашний сезон, конечно, у кого-то еще весной начнется, но сейчас, тем не менее, надо закупать семена. Каким огурцам отдать предпочтение? Какие сорта всегда получаются отлично? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Потому что сортов огурцов существует очень много. Парадка 500 сортов существует. Каждый год появляются новые и новые. Сорта, гибриды, все это растет. Как разобраться в этом великолепии? Ну, значит, знайте, что все сорта огурцов разделяются на пчелопыляемые и самоопыляемые, то есть партенокарпические. Так вот, в сегодняшних условиях, когда климат очень непредсказуемый, значит, чередуются холодные дни с теплыми днями, холодные ночи, значит, я бы сделал ставку в теперешнее время на партенокарпические, то есть самоопыляемые сорта. Эти сорта прекрасные сорта, выведены сорта, гибриды, выведены, конечно, и как для улицы, так и для зашеченного грунта. Ну, для улицы может быть меньше таких гибридов, для теплиц гораздо больше. Но, значит, смысл теперешних гибридов, ну, что если старые сорта давались в кустах где-то до 5 килограмм урожайность, то теперешняя урожайность этих гибридов, как и правило, где-то 7-8 килограмм, а то и повыше. То есть очень хорошая урожайность каждого растения. Ну и вдобавок, что они независимо от погодных условий, всегда завязывают вам урожай. И сорта эти как бы универсальные. Большинство сортов, выведенных в настоящее время, они универсального типа, то есть они пригодны как для засолки, так и для употребления в свежем виде, то есть в салатах. В общем, они сочетали все хорошие признаки от обеих групп огурцов. Ну-ка, кому отдать предпочтение на наших участках? Ну, сразу я покажу вам сорта, которые идут для открытого грунта. Очень хорошо в открытом грунте наша Маша. Сорт очень хороший, видите, такие самые. Он наша Маша чем-то похож на родничок. Такие белесоватые полосочки и все. Ну, и как бы его запросто можно принять за родничок. Ну, хотя того родничка уже давно нету. Ну, вкусовые качества хорошие. И в засолке наша Маша тоже бесподобная. Вот она стоит. Видите, она тоже такая красивая, немножко крупноватенькая. Она смотрится очень великолепно, и она черношипая. Черные шипы, как бы, роднят ее с родничком. Ну, по урожайности она гораздо-гораздо выше. Ну, следующий сорт – это изумрудная семейка. Изумрудная семейка, она также идет для выращивания в открытом грунте. Его можно выращивать в этом грунте, и он порадует вас большим и обильным урожаем. Ну, и серия – это российская фирма Гавриш, чтобы знали. Наша Маша – это голландские изумрудные серожки. Изумрудные серожки – тоже великолепнейший сорт, который можно выращивать в открытом грунте. Он также вам ежегодно будет давать хороший и обильный урожай. Ну, конечно, для закрытого грунта или для временных пленочных укрытий выбор гораздо сортов больше. У нас все эти вот сорта, которые я назвал, которые могут расти в открытом грунте, без пленочных укрытий, они могут расти также и в теплицах. Ну, в теплицах, значит, что бы я советовал вам… На что обратить внимание? Сортов существует море. Если вы зайдете в магазин, глаза разбегаются. Ну, сортовая длинная, короткоплодная. Ну, длинная сорта – это салатная. Типа император, там, типа других там. Это сорта длинноплодная. Не только салатная. И так сильно я не скажу, что вы уже ими, этими сортами увлекаетесь. Потому что кушать каждый день огурцы – это тоже не всегда захочется. Вот, поэтому там одно-два растения вполне достаточно, чтобы обеспечить вашу семью. Но есть сорта более короткоплодные. Сорта, которые хороши вывезли как в салатах, так и в закатках. Ну, самый такой сорт уже не совсем новый, но он бесподобный. Сорт бесподобный – это артист. Сорт артист бесподобный. Почему? Потому что хорошее вкусовое качество, устойчивость к болезням этого сорта. Потом хорошее качество в засолке и очень урожайный. Сорт очень урожайный. Буквально пять растений артиста, посаженных в теплице, обеспечат всю вашу семью как закатками, так и свежими огурцами. Еще один хочу показать голландский сорт, очень красивый. В смысле, что его пучковое заложение завязей по три, по пять. Если вы будете давать хорошую подкормку вашим огурцам, он вас засыплет. Это сорт гунар. Сорт гунар – это как бы с моих сортов. Я первый раз очень много сортов огурцов. Но гунар я каждый год все равно покупаю семена и высаживаю. Потому что по урожайности с этим сортом сравнится очень мало. Прямо гроздий. Он висит в гроздьями огурчики. Ну и, соответственно, их можно собрать. Видите, вот они такие небольшенькие, как в этой баночке. И очень красивые. Следующее, что такие интересные – это дедушкина внучка. Это российский сорт фирмы Гавриш. Дедушкина внучка. Сорт бесподобный. Также он идет в засолку и в свежем виде. То есть универсальное использование. И точно также пучковое заложение завязей. Но гунар как бы лучше, скажу честно, нравится. Вот своему дедушке и внучка гунар хотя тоже очень хорошая. Ну, не сдается их позиции и такие старые сорт, как Кураж Гавриша. Сорт Кураж, как бы, это был из первых гибридов, как бы, ну, благодаря своей урожайности, своей устойчивости. Ему тоже надо найти место в вашей теплице или в вашем парничке. Так что даже вот эти сорта, которые вам назвал, среди сотен других сортов, вы посадите, вы будете обеспечены богатым урожаем, будете обеспечены закатками, ну, и салаты, свежие салатики будут у вас весь сезон. Так что обратите внимание на эти сорта, постарайтесь найти их семена и посадить на своем участке, и потом получать богатый урожай, ну, и радоваться плодам своего труда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok